Итак, всем привет, с вами Добгейм, и в этом видео мы поговорим о радикалах, как они появляются, что сделать, чтобы их появлялось меньше, и что сделать, чтобы у нас появлялись как раз-таки лоялисты и вообще на что радикалы влияют. Начнем, пожалуй, с причин появления. У нас здесь не все причины, потому что здесь, грубо говоря, только начало игры, но уже можно сказать, от чего они появляются. Собственно говоря, в основном, большая часть радикалов у вас всегда будет приходить от снижения уровня жизни. Несмотря на то, что, казалось бы, он у вас растет, все равно есть население, у которого он скачет туда-сюда, из-за этого он может подниматься. Как бы хорошо ваши люди не жили, я всегда найду за те, кто живут плохо. Как с этим бороться? Есть несколько путей. Во-первых, вам, очевидно, можно поднять уровень жизни еще выше, то есть стремиться поднимать его как можно выше. Уровень жизни влияет на очень много вещей, поэтому в любом случае должны стремиться поднимать его. А второй вариант – это принять себе закон про полицию. И, как вы можете видеть, каждый новый уровень будет снижать количество радикалов от снижения уровня жизни. Это достаточно эффективный способ, если у вас есть 50%. То есть, если вы полностью приняли все уровни закона. Кроме того, есть еще гарантия свобод, сейчас уже ее поднерфили, слава богу, она была очень сильной, которая еще дополнительно будет снижать радикализацию от снижения уровня жизни и, кроме того, повышать лояльность от повышения. То есть, приняв два этих закона и приняв их на максимальный уровень, вы очень сильно сократите это число. Далее, как видите, ниже ожидаемого минимума. Вот это как раз и те, у кого рейтинг жизни не скачет, а просто очень маленький. Опять же, эту проблему мы можем решить только повышая уровень нашей жизни. Другим способом как бы нельзя. Ну, можно снизить минимум. Но этот, по-моему, только по ивентам каким-то. Либо если просто у вас уровень жизни общий, очень маленький. Идем дальше. Политические движения. Как вы можете видеть, у нас здесь уже есть политические движения. Периодически они так вот будут возникать. Кроме того, можно посмотреть вообще, какие у вас есть движения вот здесь. Но здесь, собственно говоря, отображаются не только движения, но и поддержка правительства. Так что я бы сказал, что реально какие-то движения, у которых есть какая-то реальная поддержка, будут всегда показаться справа. Часто они появляются, когда ваше население хочет что-то принять, либо наоборот откатить. Еще есть варианты, когда вы принимаете какой-то закон, который вообще не нравится населению, и они могут за это вообще поднять революцию. Соответственно, вы можете принять этот закон, уменьшить ваше количество радикалов, увеличить количество лоялистов, или наоборот отменить принятие закона, чтобы точно так же радикалов перевести в лоялистов. Следующий пунктик. Дискриминация. Может быть тоже очень большим у разных стран. У некоторых стран он будет очень маленьким. Дискриминация определяется нашими законами распределения о гражданство и церковь и государство. Гражданство определяет, как население будет дискриминироваться по культуре, церковь и государство по религии. Соответственно, вы хотите максимально вниз реформу все протолкнуть, тогда дискриминации в принципе не будет, и это в принципе неплохо. Но стоит заметить, что в некоторых случаях дискриминация может быть полезна, потому что они получают меньше зарплаты, у них меньше политическая сила. Но есть и вот эти вот дебафы, от которых вы хотели бы как бы избавиться. Вы хотите, чтобы у них росла квалификация, вы хотите, чтобы они не становились радикалами, и вы хотите, чтобы население оставалось у вас, а не эмигрировало. Сделал я еще некоторые действия, и у нас теперь появились новые типы радикалов. Увольнение из сооружений и увольнение из сооружений, где они владели долей собственности. И, собственно говоря, вот их профессия, то есть вот эти все три пункта, это все увольнение. То есть если у вас, во-первых, сносятся здания, то появляются радикалы. Во-вторых, если оттуда просто увольняются люди из-за того, что допустим, предприятие неприбыльно, или вы перешли на новый уровень автоматизации, и получается тоже у вас необходимое количество работников уменьшилось, соответственно, они злятся за то, что вы их увольняете. Логично. С этими пунктами особо бороться не получится, потому что вы не можете их не увольнять. Вы только можете, единственное, повышать эффективность ваших предприятий, чтобы они не банкротились, и чтобы они продолжали нанимать тех же работников. Плюс вы можете подстраивать новое предприятие, чтобы работники находили новую работу, и, так сказать, снижать этот эффект тем, что они со временем перейдут лоялистов от хорошего уровня жизни. Есть еще один тип радикалов. Это радикалы от завоевания. На них еще дополнительно может быть баф от вашего бесчестия. Чем больше у вас бесчестия, тем больше радикалов будет появляться от завоевания. Фактически это радикалы, которые появляются после аннексии вражеских стран. То есть, грубо говоря, сопротивление вашей оккупации. И чем больше дурной славы, тем их больше. Соответственно, варианты снижения это иметь меньше дурной славы, ну и постепенно они тоже будут уходить, успокаиваться. И если у них достаточно хороший уровень жизни будет, то есть если вы застроитесь там, у них у всех будет работа, институты какие-то туда, да. Плюс еще очень важно, чтобы регион был включенным. Если вы включаете регион, то на него распространяются ваши институты. И, следовательно, с радикалами попроще бороться. В итоге постепенно они тоже уйдут из радикалов и, возможно, даже вступят в лоялисты. Есть еще последний способ, как получить радикалов. Это по разным ивентам. Очень много в игре есть ивентов, которые добавляют вам как раз-таки именно радикалов в разные группы населения, в разные территории по разным причинам. То же самое касается и лоялистов. Они также появляются по ивентам, плюс от увеличения уровня жизни, очевидно. Других способов вроде как нет. И давайте поговорим, чем вообще радикалы вредят. Во-первых, они уменьшают одобрение заинтересованных групп, в которых состоят. Соответственно, чем больше у вас радикалов, тем сложнее вам управлять государством вот здесь вот, в правительстве. И чем больше у вас лоялистов, тем проще. Они дают, наоборот, одобрение. Логично. Еще один пункт, который стоит отметить, что высокие налоги повышают радикализацию от снижения уровня жизни. Но фактически это не какой-то новый способ получения радикалов. Это просто баф на их получение. И есть один лайфхак, который помогает их сбрасывать. Давайте я вам покажу его. Возможно, его попиксят, возможно, нет. Мы находим какой-нибудь закон, который очень не любит население. Допустим, у нас это парламентская республика. Видите, 80% его не хотят. Мы пробуем его принять и ждем, пока появится движение за отмену. Долго наблюдать не пришлось. Появилось оно моментально. Смотрите, у него идет огромная поддержка, огромный радикализм. Если мы его не выполним, у нас совершится революция. Кстати говоря, революция может совершиться как раз таки, если у вас наберется, но очень много радикалов. Отменяем принятие данного закона. И смотрите, по-моему, просто дуновение ветра. Радикалы пропадают. И появляется огромное количество лайлистов. Это, скорее всего, баг. Потому что, очевидно, ну, так не должно работать. И, возможно, его пофиксят. Но пока он не пофиксан, его можно использовать. На этом, ребята, все. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Также можете высказать свое мнение. Может быть, я что-то забыл упомянуть. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И до скорых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok